Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и точно так же, как и многие из вас, я вчера смотрел прямые трансляции, да, с приключениями, да, не сразу трансляция началась, и я даже успел получить ряд гневных комментариев из-за того, что якобы из-за моего видео, в котором я советовал, каким образом правильно подключиться к трансляции, ну и, соответственно, гарантированно забрать себе вот этих вот 300 первых золотых монет, все легло, и у кого-то что-то не получилось, и только потом, я думаю, народ разобрался в том, что вопрос был вообще не во мне, а в том, что сервак у Wargaming, к сожалению, лег, и ребята-разработчики быстренько пытались поставить его на ноги для того, чтобы все заново начало работать. Так или иначе, на нескольких своих аккаунтах я собрал монеты, и, соответственно, в первую очередь должен был принять решение, куда их потратить. Есть, в принципе, два варианта того, как эти монеты можно тратить. Первое, покрутить рулетку, но здесь, ребят, нет гарантии того, что вы получите то, что вас интересует, ну а в частности, контейнеры болельщика. Если вы посмотрите полностью все трансляции, то вы соберете полторы тысячи таких золотых монет, и за эти полторы тысячи золотых монет, если будете покупать непосредственно сами контейнеры по сотке за каждые, то, соответственно, ребят, откроете гарантированно 15 таких контейнеров. Ну и, соответственно, здесь сразу возникает вопрос, что лучше, синица в руках или утка под кроватью? Я лично считаю, что все зависит от того, что конкретно вас из этих контейнеров интересует, и насколько велика вероятность того, что вы получите повторение. На моем основном аккаунте, как вы видите, практически все машины из этого контейнера болельщика у меня есть. Мне не хватает только таких машин, как Lansen C, за которым я абсолютно не гоняюсь и какой-то великой ценностью его не считаю. ACDC меня не интересует вообще, это полностью неиграбельная машина, которая просто будет стоять и пылиться в моем ангаре. Туда же отправятся Т-54 образец 1 и Type 62. По большому счету, как Т-54, так и Type 62 я мог абсолютно спокойно много раз купить. И недавно, кстати, продавалось ТС-5, которую я тоже не захотел покупать за 6500, хотя ее в коллекции нет. Все. На этом, ребят, список танков, которые теоретически, выпав, не дадут повторения, в моем случае заканчивается. И, честно говоря, меня абсолютно не впечатляет возможность получить компенсацию серебром полторы тысячи, ой, господи, миллион пятьсот тысяч, полторушку, за какую-нибудь из премиумных машин. Ну да, тут есть еще сумму ASM целых три миллиона, но опять-таки серебро я и так нафармить могу. С теоретической вероятностью, может быть, из всего этого списка выпадет мне FCM 50 тонн. И, кстати, вот обратите внимание, я вчера разработчикам написал по поводу того, что они допустили ошибку и что за могильщика из-за Титана HND была поставлена компенсация именно в серебре, а не в золоте. И, слава богу, разработчики к утру это все дело пофиксили и поменяли. За что им отдельная благодарность и за вот такую вот быструю реакцию на мое сообщение в Дискорде. В общем, ребят, у меня нет особого желания открывать именно контейнеры. Ну, просто потому что навряд ли я отсюда заберу то, что у меня отсутствует в ангаре. Ну, а значит, в моем случае, конкретно на основном аккаунте, мне гораздо интереснее покрутить рулетку, да и вам показать шансы выпадения каких-то крутых наград. Ну и плюс к тому, может, сниппетов себе немножечко возьму. Давайте будем начинать крутить рулеточку. Поэтому мне, честно говоря, из всего вот этого вот нужны действительно сниппеты. И я готов отдать эти золотые монеты за возможность прокачать себе свиндлера в максимально приближенную к идеальному состоянию. Крутим за 20. Ну, в принципе, 2000 свободки на дороге не валяются. Ее можно нафармить, но за 10 золотых монет почему бы и нет. За 20 получаю контейнер с обвесом. Тоже, кстати, какую-то машинку себе приукрашу. Не то, чтобы я там прям совсем с ума сходил, но, ну, я имею ввиду от обвесов. Но вот этот обвесик мне нравится. Прикольная мигалка. Она, правда, подходит буквально к нескольким танчикам. В моем случае очень хочу себе легендарный внешний вид на Коро 45 тонн. И на нем мигалка смотрится, ну, прям вообще имбово. Не знаю, ребят, говорю исключительно субъективное мнение. Поэтому, если вы с ним не согласны, то обязательно пишите в комментариях и говорите свое мнение. Куда лучше всего мигалочку водрузить. Сниппеты получаем 150. Это действительно круто. Я безумно радовался, когда мне присылали в районе там 150-200 сниппетов в подарочке в каком-то. Потому что каждый вот этот вот сниппет приближает меня на финишной прямой к закрытию Свиндлера в 100% его состоянии. Что касается рулетки, ребят, хотел бы тоже услышать ваше мнение. Пожалуйста, кто крутил рулетку или кто открывал контейнеры болельщика уже. Если вам не сложно, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно почитать, кому что выпало, для того, чтобы понимать, какие реальные шансы получить действительно что-то годное. Ну, вот пока, короче говоря, вот так все происходит. Забрал 4000 свободки. Ну и, получается, делаем последний прокрут за 95 золотых монет. Что за них получаем? Ну, давай еще сниппетов мне. Или 15 контов. Ха-ха, ну. Слушайте, ребят, ничего себе. Получаю 5 контейнеров. Это круто. Да, действительно круто. Давайте будем открывать, посмотрим, что там. Но. Ничего. Даже нет ни одной части на какой-нибудь из танчиков. То есть, тут, получается, из контейнеров гарантом части танка не выпадают. То есть, если раньше за просмотр трансляции можно было собирать части какого-то танка и, скорее всего, если вы посмотрели достаточное количество трансляций, у вас есть шансы, там, допустим, одну из трех премиумных тачек себе собрать. То есть, здесь, ребят, как вы видите, падает серебрушка, падают бустеры. Ну, и сразу, сразу, параллельно с этим возникает вопрос, действительно ли имеет смысл покупать контейнеры, чтобы открывать их гарантированно, а не пытаться достать их из рулетки. Возможно, рулетка в таком случае-то и интереснее будет существенно. Ну, и все, в принципе. На этом, ребят, все. На данном аккаунте закончили. У меня осталось еще 20 золотых монет. Понятное дело, что буду смотреть еще трансляции. Ну, и, скорее всего, дальше буду крутить рулетку эту, так как на этом аккаунте не имеет смысла покупать конты. А вот на другом аккаунте смысл покупать конты есть. Мы сейчас сюда перепрыгнем, и я там объясню, почему. Итак, ребят, смотрите, это мой второй аккаунт. Я его создавал для того, чтобы его прокачивать вместе с вами на прямых трансляциях. Как вы видите, у меня здесь не такая уж и большая коллекция всякого рода премиумных и коллекционных танков, а значит, вероятность того, что мне выпадет какая-то тачка, которая у меня уже есть, существенно меньше, нежели у меня на основном аккаунте. Плюс к тому, те ценности, которые есть в данной рулетке, на данном аккаунте меня не сильно интересуют. Допустим, сниппеты мне здесь абсолютно не нужны, потому что я не прохожу здесь сезон. Я просто физически не успеваю. Ну, и все остальные игровые ценности, которые присутствуют в этой рулетке, они тоже для меня имеют крайне посредственное значение. Ну, допустим, из того, что здесь действительно ценно, это сами контейнеры, но я их могу сейчас купить просто в магазине, и это, ребят, бустеры на голду. Все, все остальное мне неинтересно. Мне неинтересен ни какой-то там аватар анимированный, ни обвес, ни внешний вид для какой-то машины, уж тем более 4000 свободки мне погоды не сыграют, серебро уж тоже не сильно-то будет ко двору в таком количестве. В общем, получается так, что в рулетке особо ценного, кроме контейнеров, для меня нет. А это говорит о том, что именно на таком аккаунте для меня гораздо выгоднее просто купить, да, пускай меньше контейнеров, чем теоретически может выпасть, но все-таки гарантированно их себе получить, а не надеяться на то, что из рулетки они мне выпадут. Ну что, ребят, покупаем, покупаем первый контейнер. Контейнер, что там у нас, ну, показывай. Давай сразу мне премиумную тачку и я побежал радоваться. Вот, на могильщика 10 частей, просто супер, надо еще 9 раз так достать, но вероятность того, что выпадет именно на могильщика, даже если будет выпадать часть сертификата, ну, крайне-крайне маленькая, как видели на предыдущем аккаунте, вообще не было частей. А здесь прям, пожалуйста, еще 10 частей на Тайпа 62-го. Короче говоря, я этими частями сертификата, как понимаю, просто забью себе хранилище, как я это сделал на основном аккаунте, и теперь не могу их не обналичить, потому что не хватает, не обменять ни на что. Все, ребят, 3 контейнера открыто, и вот вам шансы и вероятности выпадения, по крайней мере, на примере трех контейнеров. Не знаю, может кому-то что-то и выпало, я с нетерпением жду ваших комментариев под видео. Планирую дальше собирать еще монеты, обязательно покрутим с вами еще рулеточку, ну и, возможно, пооткрываем еще контейнеры. Там уже как бог даст. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, и, как обычно, в этом видео будет все беспрекрас, все таким, какое оно есть на самом деле. И если вам подходит такая честность автора на его канале, то прямо сейчас подписывайтесь на этот канал, потому что нам с вами однозначно по пути. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok